Кавалер Кавалер Великолепный слух Способность видеть не только днем, но и в полной темноте Кошачьи лапы, крадущиеся мягко и абсолютно бесшумно А в следующий миг способные выбросить налитое мышцами тело в шестиметровом прыжке Умение терпеливо подкрадываться к осторожной добыче на расстоянии смертельного броска Или часами ждать в засаде на тропе, когда жертва сама придет под удар кинжально заточенных когтей Нет на планете более профессионального и удачливого охотника Среди живых существ, питающихся мясом, леопард бесспорно Самое совершенное творение природы И все же создан он был для жизни в теплом климате Поэтому процветает леопард в Африке и в Индии И лишь дальневосточный подвид сумел выжить в новых непривычных землях Где полгода царствует холод и половина зверей впадает на зиму в спячку Нельзя сказать, что наш леопард влюблен в снег Никакого восторга он не испытывает Но жить и охотиться в снегу он научился Вживание в зимней тайге наложило отпечаток не только на внешний вид зверя Наградив его длинным мехом и роскошным пушистым хвостом Но и изменило его поведение В то время как его южные собратья наводили в Индии ужас Опустошая целые деревни и съедая сотни крестьян Дальневосточный леопард сразу постарался разойтись с человеком тихо и мирно С аборигенным населением, вооруженным луком и стрелами Ему это вполне удавалось Однако русские переселенцы нарушили исторический мирный договор И загремели в Уссурийской тайге выстрелами Сначала леопард был просто редким и престижным трофеем барской охоты Потом леопарда надолго объявили вредным для народного хозяйства хищником Которого надлежало уничтожать Сосчитали леопарда впервые в 1972 году Сосчитали и ужаснулись Учет по Белой Тропе, организованный Владимиром Абрамовым, Дмитрием Пикуновым и Вячеславом Базыльниковым Показал, что в живых осталось не больше 40 зверей Затаившихся в горных чернопихтовых лесах юго-западу Приморья С видом на Владивосток Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин